Если ты купил BLTouch датчик для своего 3D принтера, то рано или поздно во время печати ты можешь столкнуться с таким маленьким досадным недоразумением, как ложное срабатывание датчика. Когда это происходит во время печати одной небольшой детали, это может доставить, скажем так, небольшое неудобство. Но если нужно печатать несколько деталей, или еще лучше одну большую деталь, то самопроизвольное срабатывание датчика в самый неподходящий момент может стать настоящей болью. Датчик может зацепить деталь и оторвать ее от стола. Ну а если вы уж самый настоящий любимчик судьбы, в кавычках, ну тогда возможно вам повезет и деталь, которая намертво приклеилась к столу, погнет или выломает датчик вовсе. Первый раз, когда я столкнулся с этой ужасной проблемой, которая проявилась очень внезапно по стечении определенного времени, я начал грешить на соединительный разъем, где во время печати под воздействием вибраций периодически мог пропадать контакт. Сказано, сделано. Контактную группу обрезал, все провода спаял. Запускаю печать и снова во время печати датчик самопроизвольно опускается. Начал искать решение проблемы на форумах. И как я понял, что многие сталкиваются с этой проблемой. Пробовал намагничивать магнит, который находится под термоусадкой. Пробовал подрезать саму термоусадку, чтобы магниту было легче удерживаться в верхнем положении. Я почему-то вбил себе в голову, что все это происходит из-за вибраций во время печати. Пока я не разобрался в чем было дело, то при печати больших деталей, мне приходилось ставить печать на паузу и заклеивать BLTouch скотчем. Я долго не мог понять в чем же была все-таки проблема. Что самое интересное, так это то, что как я и думал в начале, проблема была действительно механическая. Но проблема была не в вибрациях, а в том, что когда приехал BLTouch, у меня под рукой не оказалось длинных проводов, а подключить его хотелось уже сегодня. Я, не долго раздумывая, спаял 5 длинных проводов из коротких. Сперва все было хорошо. Но из-за того, что провод был не цельный, а спаянный, то место пайки как раз и стало самым слабым звеном. И контакт провода держался только за счет термоусадки. Пока провод находится в ровном положении, датчик прекрасно работает. Потому что, как я подозреваю, термоусадка его стягивает. Но как только доходит до места излома, контакт теряется. Датчик начинает светиться красным и самопроизвольно опускается. Так что, недолго думая, побежал в ближайший магаз и купил 9 метров самого тонкого провода, который возможно было найти. Разрезал его по 3 метра, распустил, очистив его от белоизоляции и получил 5 тонких, длинных и, что самое важное, цельных проводов. Далее я залудил концы новых проводов и припаял старый отрезанный разъем. Отрезал небольшие кусочки многоцветного провода и прикрепил их при помощи термоусадки к новому двухцветному. Теперь дело за малым. Нужно снять кабель-канал, достать из него старые паянные провода, из-за которых мы и получили целую массу отборного геморроя, и заменить их на новые хорошие антигеморройные провода. Возвращаем кабель-канал на свое штатное место, после чего во время печати все работает как часы. Нет ни малейшего намека на ложное срабатывание. И каждая печать проходит без лишних телодвижений, что не может не радовать. А вывод здесь можно сделать только один. Чтоб с твоим принтером не приключилась такая история, нужно поставить лайк этому видео, написать комментарий к этому видео и подписаться на этот канал. Будет еще много всего интересного. И да, ставьте сразу длинные провода, чтоб потом 300 раз не переделывать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!